Сахар исчезает с прилавков кустанайских магазинов у дома. Предприниматели говорят, что и торговать этим продуктом сейчас совсем не сладко. Дешевый сахар со стабфонда недоступен им, а вот дорогой их покупателям. Там же, где продукт еще продают, выручки от него не видят вообще. Вернется ли сахар на прилавке мелких магазинов, расскажет моя коллега Айжанна Теова. Мы не торгуем сахаром, потому что боимся попасть под горячую руку. Под горячую руку владельцы магазинов у дома попадают в последние месяцы регулярно. Покупатели, увидев высокие цены на сахар, возмущаются и грозят жалобами в Акимат. Проверок боимся, слышим везде. Везде Акиматы на местном уровне выступают и говорят, мы будем ходить, создали комиссию, мы будем ходить по магазинам, будем эти магазины штрафовать, потому что они спекулянты, они создают ажиотаж в республике. О том, что именно магазины у дома виноваты в сахарном коллапсе, заявил на прошлой неделе премьер-министр Алихан Смаилов. Глава правительства уверен, что они зарабатывают на ажиотаже. В отдельных магазинах у дома сахар продается по 700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-моржу. По мнению премьер-министра, средняя цена этого продукта в магазинах должна быть в пределах 490 тенге. Однако кустанайские продавцы не согласны. Дешевый сахар из топ-фонда им недоступен, а у птаевиков они берут килограмм по 800 тенге. На такой товар на 10% мы накидываем, всего лишь 10%. И вот сами посчитайте, это зарплата 4%, зарплата сотрудникам коммунальные услуги 3%, обналичивание идет 3-4% и что у нас остается? Ноль. При этом дешевый сахар из топ-фонда в Кустаная действительно распределяют только по крупным торговым точкам по 420 тенге, а продают его максимум по 440 тенге. Если магазины у дома будут соблюдать эту накрутку, их могут включить в список стоп-фонда. Магазины у дома, они просто не могут проконтролировать, их же очень много. Но на сегодня я разговаривался, делал предпринимательство, вроде как обращаются и они сейчас делают заявку. На этом деле заявка сегодня поступит, я думаю, что магазины у дома уже будут. Каждый день стоп-фонд отпускает по 5 тонн сахара. Говорят, в этом году продали почти в три раза больше, чем в прошлом. Сейчас в топ-фонде есть 820 тонн сахара, в пути еще 4 вагона. Еще 10 до конца сентября обещал поставить Тараский сахарный завод по 450 тенге за килограмм. Магазины у дома надеются, что смогут получить этот дешевый продукт и сахар вернется на их прилавки.